Девять станций с различными заданиями из области физики и математики ждали участников квеста, который многодетные родители устроили своим чадом в библиотеке имени Пушкина. Ребята разгадывали ребусы, решали задачки, искали ответы на каверзные вопросы и проводили эксперименты. Например, пытались раздавить в кулаке обыкновенное яйцо. Сделать это никому не удалось. Все дело здесь в законах физики. Сила перераспределяется так, что стенки яйца препятствуют разрушению. Вы обращали внимание на форму сводов в Саровских пещерах? Они как раз имеют круглую форму яйца, именно поэтому держат на собой такое огромное количество грунта. То же самое происходит и в яйце. Когда мы давим на него снаружи, то сила распределяется таким образом по скорлупе, что скорлупа сама препятствует разрушению. Также на физических станциях ребята собирали объемные фигуры из зубочисток и проводили опыты с не-ньютоновской жидкостью. Если мы плавно обращаемся с этой жидкостью, то она ведет себя как жидкость. Если мы резко или очень быстро ударяем по ней, то она ведет себя как кирпич, наверное. Желающих попробовать совладать с не-ньютоновской жидкостью выстроилась целая очередь. Детям задали домашнее задание – поразмыслить о результатах эксперимента. Математические станции вызвали у участников квеста не меньший восторг. Мне понравилось, как мы собирали фигуру на табле. Было очень интересно говорить своему брату, как нужно правильно собрать картинку из кубиков. Понравилось? Да. Что понравилось? Нам понравилось разгадывать ребусы и играть в анатомовскую жидкость. Мне то же самое. В планах многодетных родителей еще не раз провести подобные праздники для своих детей. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.